Накануне Дня Учителя губернатор Приморья встретился с педагогами, подготовившими выпускников стобальников, а также с учителями, которые набрали высший балл по итогам добровольного тестирования в формате государственной итоговой аттестации. Глава региона отметил благородство профессии учителя, оценив ежедневный напряженный труд педагогов. У нас в крае 22 тысячи педагогов, из них 11 тысяч учителей. И для нас очень важно, чтобы вы имели поддержку среди молодежи. Поэтому президентом недаром назван этот год годом педагога и наставника. И у нас для молодых специалистов созданы условия, вы знаете, там это единовременные выплаты и доплаты, и съем жилья, и есть сопровождение по курортному обеспечению. Это имеет огромное значение, так же, как и предоставление жилья. Вот посмотрел, мы порядка 180 квартир выдали уже учителям за эти три года. За высокое педагогическое мастерство, личный вклад в дело воспитания и обучение подрастающего поколения Олег Кожемяка вручил почетную грамоту губернатора и благодарственные письма учителям Приморского края. Также глава региона отметил, что учителям важно уделять внимание учащихся к освоению рабочих профессий. Самим образовательным организациям следует расширять сотрудничество с колледжами, поскольку именно среднее профессиональное образование сейчас основной потенциал развития экономики страны. Соответственно, необходимо повышать престиж рабочих специальностей, убирая противоположные стереотипы у школьников и родителей. И для нас профессионалитет и профессионализация сразу на уровне школ дает большое значение. Поэтому мы будем сейчас соединять систему возможности прохождения всех видов трудового обучения, навыков непосредственно в учреждениях СПО. Такая задача позволит ребятам определиться в выборе профессии, попробовать себя и посмотреть. После торжественной части во время чаепития с учителями глава региона поделился своими воспоминаниями о сдаче экзамена в школе, личными наблюдениями о значимости роли педагога в процессе поиска своего места в жизни и рассказал о волнении перед выпускными испытаниями. Учителя рассказали о своих буднях, экзаменах и учениках. Спасибо им, что они нас ценят, любят, помнят, не только в праздники, но и в такие дни помнят. И вам всем желаю творческих успехов и, главное, благодарных учеников. Напомним, в июле этого года Олег Кожемяков встретился с выпускниками-стобальниками. В этом году ЕГЭ на высший балл сдали 36 школьников. Со 2 по 8 октября во всей стране проходит Большая учительская неделя, приуроченная ко Всемирному дню учителя, который традиционно отмечают 5 октября. В Приморье в рамках проекта организован съезд учителей русского языка и литературы. В течение нескольких дней около 100 преподавателей со всего региона обмениваются опытом и обучаются новым форматом работы. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.